МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Мечится по поверхности и выбрасывается на берег. Что происходит с сенежской рыбой? Опасное заселение. Жильцы одного из домов по улице Советской предотвратили разрушение несущей стены своего жилища. Обрели духовную радость и приобщились к истории страны. Солнечногорские паломники прикоснулись к христианской святыне. Теперь подробнее об этих и других событиях. Рыба в озере Сенеж мечется по поверхности воды и выбрасывается на берег. Об этом с прошлой недели, говорят солнечногорцы и информируют многие СМИ. Интернет пестрит соответствующими роликами, снятыми на мобильные телефоны. Собрать немалый улов голыми руками может любой желающий, пришедший на озеро. С начала этой недели в воде и на берегу можно увидеть и много погибшей рыбы. Что происходит? Неужели это результат сброса в озеро отравляющих веществ? Бывалые рыбаки говорят, что рыба поражена опасным паразитом. В ситуации попытались разобраться наши корреспонденты. Вот так сегодня на Сенеже ведет себя рыба. А на береговой линии можно видеть такую картину. О возможных причинах того, что происходит с Сенежской рыбой, можно услышать много историй. А траву, это еще когда-то несколько лет какой-то ученый взял и заселил травой химикаты. Написал диссертацию. Это так, разговор идет. А сейчас вот рыба дохнет. Я думаю, что это выбросы какие-то делают. Потому что сазан не может быть селитерный. Подлечик может быть селитерный. Щука не может быть селитерная. Которая там же лежала. Был прибой, сильный ветер. Его вынесли к берегу, мы его увидели. А так она плавает по всему озеру. Зараженная. Трава с химикатами, вредные выбросы в водоем селитер. О реальных причинах гибели рыбы в Сенеже из официальных источников информацию получить затруднительно. Предположение, что виной всему селитер, высказали их теолог Московско-Окского управления Федерального агентства по рыболовству Вячеслав Гареб и глава Солнечногорского района Александр Талданов. В местном Роспотребнадзоре нам сказали, что они занимаются только человеческими болезнями. А районное управление по экологии и природопользованию и вовсе отказалось комментировать ситуацию. С должным вниманием к нашей просьбе отнеслись на Солнечногорской станции по борьбе с болезнями животных. Заражение селитер не совсем правильно. Как правило, эта рыба заражена таким заболеванием, которое называется правильно – лигулез. Очень сложный цикл развития этого лигулеза. В этот цикл развития вовлечены чайки, которые потом поедают эту рыбу. Потом это мскало. Вот эти яйца, вот эти гельминтов попадают в воду. Там эти яйца съедают определенные виды рачки. Там происходят некоторые циклы развития их рачков. И то ли потом ими вот этими рачками, простейшими, питается рыба и развивается этот гельминт. Опасен ли гельминт, поразивший сенежскую рыбу, для человека? Он опасен только. Вот этот гельминт развивается только в рыбе. Человек в этом цикле развития именно данного конкретного гельминта не участвует. На следующей неделе обещают потепление. Люди вновь устремятся на пляж. Можно ли купаться в воде, в которой плавает зараженная гельминтом рыба? Заразиться этим заболеванием невозможно, даже через воду. Но, тем не менее, большое количество в воде порчащейся, гниющей рыбы, конечно, является одним из факторов, которые препятствуют нахождению людей по санитарным соображениям. Рыба, больная регулиозом, плавает на поверхности воды. Ее легко поймать руками, что и делают некоторые отдыхающие на озере. Можно ли употреблять такую рыбу в пищу? Употребление этой рыбы, зараженной этим регулиозом, прямого вреда здоровью не несет. Но употребление такой рыбы, внутри которой развелся этот поросит, нежелательно. По словам Елены Поповцевой, возможная причина распространения гельминта в Сенеже – избыток водорослей и общая загрязненность водоема. Рыбаки говорят, что в озере еще есть здоровая рыба, но с каждым годом ее становится все меньше. Жильцы дома номер 6 по улице Советская бьют тревогу. Почти весь первый этаж их жилища занят магазинами. А недавно появились строители, которые начали приспосабливать к сфере обслуживания оставшуюся площадь первого этажа. При этом они чуть не нарушили целостность несущей стены дома. Их остановили только активность и решительность жильцов. По словам жильцов, строительные работы на первом этаже дома номер 6 по улице Советская ведутся уже два месяца. Бить тревогу люди начали только сейчас, когда рабочие собрались пробивать дверной проем в несущей стене. Люди считают, что это может привести к трагедии. Мы почему всколыхнулись, что тут же газовая труба проходит. Поэтому вот мы и забеспокоились. Ну и не нужно нам фасад нашего дома так уж портить-то. Проблема в том, что здесь и газовая коммуникация, и электровод практически в минимальном расстоянии от того входа, который они хотели прорубить. Жильцы выяснили, что никаких разрешений на переделку фасада дома у застройщиков нет. А сам хозяин помещения жильцов, похоже, игнорирует. У них есть разрешение только на внутренние работы. Они хотели провести внешние работы на фасаде. Хозяина мы не можем найти. Вот в четверг мы его ждали, в пятницу, суббота и воскресенье. Ничего не знаем. Люди обращались в разные инстанции. Благодаря этому работы по изменению фасада здания удалось приостановить. Но что будет дальше? Оставили информацию в администрацию. Ждем от них отклика. Газовая служба выдала предписание на прекращение работ. Поэтому последние 3-4 дня нет никаких оснований полагать, что они что-то будут еще делать. Но чтобы окончательно избежать этой ситуации непонятной, хотелось бы выяснить, что будет в этом помещении и запретить разрешение на внешние работы на фасаде здания. После жалоб жильцов дома номер 6 по улице Советская сотрудники городской администрации прибыли на место. Они выяснили следующее. Предприниматель, который приобрел это помещение, планировал прорубить вход в стене дома для обеспечения доступа в подвал, чтобы обслуживать там техническое оборудование. После проверки оказалось, что в подвал можно попасть через дверь с другой стороны дома. Стало быть, несущую стену разрушать не требуется. Получается, что само собой отпадает необходимость в производстве этих работ по переделыванию окна в дверь, потому что в этот подвал можно будет пройти через подвальное помещение дома и выполнить там любые работы. Люди говорят, что они довольны таким исходом событий, но на всякий случай будут следить за ходом ремонтных работ. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Члены товарищества «Земледелец-90» в Пешковском сельском поселении озабочены тем, что рядом с их дачными участками может вырасти цементный завод. Во всем мире цементные заводы считаются неблагополучными для окружающей среды, а сама цементная промышленность входит в число 17 наиболее экологически вредных. Мы попытались разобраться, насколько реальна угроза для дачников «Земледелец-90». Некоторое время назад между территорией садоводческого товарищества «Земледелец-90» и «Железной дорогой» развернулось строительство. Был выкопан котлован, появились бетонные блоки, стали ездить грузовики. Пошли слухи, что на этом месте может появиться цементный завод. За разъяснениями дачники обратились в Пешковскую администрацию. 5 июля по инициативе граждан прошла встреча, в которой приняли участие садоводы, представители администрации и хозяева стройки. Последние заявили, что на этом месте будет работать разгрузочно-погрузочный узел. Это подтвердили нам по телефону и представители Пешковской администрации. Этот земельный участок предоставлен для погруза разгрузочных работ с вагонов, щебня, вернее, песка и прочего. Представители этой организации, которые купили у них частную собственность этот участок, они сказали, во-первых, они предоставили все документы, свидетельства и прочее, в которых написано, что разрешено использование этого земельного участка именно для разгрузки и разгрузок подгрузочных работ. Теперь дачники обеспокоены тем, что вместе с ощебневым песком по соседству с их участками будут разгружать и цемент. Ведь цементная пыль относится к третьему классу умеренно опасных веществ. А период восстановления экологии после воздействия цементной пыли составляет не менее 10 лет. Нас беспокоит, если рядом будет разгрузка цемента, а вот это саловоческое товарищество, это наше здоровье, это наш отдых, это нас очень беспокоит. Владельцы участков хотят, чтобы их экологическая безопасность не была нарушена, а также полная информация о работе погрузочно-разгрузочного узла. Им достаточно того, что несколько лет назад рядом, без учета общественного мнения, был построен завод «Европласт», степень опасности которого жителям до сих пор не ясна. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Уже несколько лет жильцам дома номер 6 по улице Советская не дает покоя большая площадка для сбора мусора. Она расположилась прямо в дворе дома. Люди устали от связанных с площадкой шума, антисанитарии, испарений и неприятного запаха. По словам жильцов дома номер 6 по улице Советская, каждый день они вынуждены просыпаться в 4 часа утра. Сначала их будут сборщики металлолома, которые собираются на площадке для мусора. Затем дворник, ругающий этих самых сборщиков. Напоследок машина, приезжающая убирать мусор, шумит настолько сильно, что у стоящих рядом легковых авто одновременно срабатывает сигнализация. Но больше всего люди переживают за детей, посещающих детский садик неподалеку от мусорной площадки. Ветер с этой стороны, на помойку, а там детский сад находится. Ну, буквально 25 метров, может быть, меньше даже. И дети днем гуляют, а когда жарко, испарения эти поднимаются, и слушайся с этих бочков. И это все движется на детей. За их здоровьем кто будет смотреть? Где санэпидемстанция? Где наши врачи доблестные? По словам жильцов дома номер 6, на эту мусорную площадку носят бытовые отходы со всей округи. И все, кому не лень. Собирают мусор, приходят отсюда, с ларьков, цветочных, продуктовых ларьков, с тех магазинов, которые у меня за спиной. Жильцы дома номер 6 неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой ликвидировать мусорную площадку. Но все безрезультатно. Тогда люди сами придумали решение проблемы. Для этого им нужна помощь местных властей и управляющей компании. Ее можно решить одним способом, кардинально. Убрать полностью эту помойку отсюда. Как это делается в других местах. Может быть, поставить мусоросборники небольшие, компактные, около подъезда или на все подъезды где-то в другом месте. По словам сотрудников городской администрации, в городе реализуется программа по строительству новых контейнерных площадок. Благодаря ей власти намерены решить и проблему жильцов дома номер 6 по улице Советская. Глава принял решение, предварительное решение о том, чтобы развернуть ее от жилых домов не к детскому саду, куда тоже совершенно нежелательно, а развернуть ее фронтом к котельной. Так и когда она будет построена из новых материалов, и оккультурена, и с навесом. Ну, и это будет уже другое совершенно решение. Просто другого места технически выводить невозможно. А вот привести ее в порядок и содержать культурно, это будет выходом из положения. А как быть со сборщиками металла и мусорной машиной, которые не дают людям спать? Как быть с запахом от мусорной площадки? Найдут ли в городской администрации решения и этих вопросов, покажет время. Жители Тимонова, наконец, можно поздравить с легким паром. 21 июля им восстановили горячее водоснабжение по заданию исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева, посетившего городок 1 июля. Напомним, что коммунальное благо тимоновцам отключили 13 мая этого года. Причина – аварийное состояние местной котельной. Под полом здания возникли пустоты, местами он обвалился. В несущих стенах образовались трещины, грозившие безопасности персонала. Поначалу коммунальщики и представители местных властей говорили, что котельная стоит на плывуне. Он якобы и вызвал неустойчивость и деформации, повлекшие разрушение пола и стен. Но привлеченные Андреем Воробьевым специалисты докопались до настоящей причины и выработали соответствующий план действий по возобновлению работы котельной. Как проходит ее ремонт и когда он закончится, выясняли наши корреспонденты. Приезд руководителя региона в Солнечногорск с 1 июля и срочное выделение 50 миллионов на ремонт Тимновской котельной наконец решил дилемму – восстановленная старая или наскоро поставленная модульная. Ремонт начали безотлагательно. В течение суток буквально была выбрана субподрядная организация, специализирующаяся на таких работах, которая, ну, я не знаю, на следующий день, можно сказать, приступила к работе. Работа заключалась в том, что производилось сверление отверстий через, скажем, полметра под фундамент, и там специальные алмазные фрезы, там, значит, сверлились отверстия, и туда закачивался бетон, особый маркет. Параллельно укреплению фундамента производили работы и по устранению причин аварийного состояния котельной, то есть заменили трубы технической канализации. Когда начался ремонт, первые очередные мероприятия были именно по замене вот этого коллектора. Вот когда вскрыли трубы, вроде вскрыли, докопались до них, трубы целые, а когда стали их вытаскивать, дна у них нет. То есть получается, вот когда при регенерациях до 500 тонн воды в сутки сливается с котельной, значит, вот эта часть воды, она просачивала все равно в грунт и вот вымывала там. Сейчас это уже, проблема эта решена. Кроме этого, будет создана и дренажная система для предохранения фундамента от разрушения грунтовыми водами, а также установлено новое оборудование для повышения качества и температуры, подаваемой в дома воды. Водоканал нам приобрел в этом году три таких насоса основных. Это сетевой насос, мощный 160 кВт, значит, питательный насос и подпиточный насос. Пусть три насоса. И кроме этого, зимой были выполнены работы по замене теплообменно-обородных и воду. Хотя плоды ремонта котельной жителей Тимного уже ощутили, до его окончания еще далеко. Сверление шурфов и закачка бетона продолжаются по внешней стороне фундамента. Впереди восстановление пола, отмостки и стен здания. По словам Андрея Коломейцева, работа закончится к середине сентября. Так что в отопительный сезон котельная должна войти в полной готовности. А ее ресурса должно хватить еще на несколько лет. До постройки новой, которая все-таки неизбежна. Общественная палата при главе района и общественный совет при главе города обсудили одну из главных проблем Солнечногорска – отсутствие генерального плана застройки. Она ведет ко многим ошибкам в градостроительстве. В итоге нарушаются линии санитарно-защитных зон и зон застройки. Генеральный план застройки Солнечногорска разрабатывается уже восьмой год подряд. И пока еще есть возможность внести в него необходимые коррективы. На совместном заседании Городского общественного совета и районной общественной палаты прозвучала информация о том, что московские архитекторы сделали уже пять вариантов генплана Солнечногорска. На очереди шестой. Пока план далек от совершенства. Его авторы утверждают, что есть еще время внести поправки в окончательный вариант генерального плана. По мнению членов комиссии по градостроительству Городского общественного совета, для того, чтобы успешно завершить генеральный план города, нужно создать рабочую комиссию из солнечногорских специалистов, которые взаимодействовали бы с разработчиками документа. На перспективу задача было бы неплохо создать свою территориальную мастерскую проектную, которая бы могла внутри города делать какие-то маленькие объекты, маленькие проекты благоустройства. У нас есть много творческой молодежи, много творческих людей, очень опытных архитекторов, которые могли бы войти в эту мастерскую. В настоящее время город расширяется, в том числе и за счет военных городков. В скором времени они будут окончательно переданы от Министерства обороны в ведение муниципалитета. Пока в ведении Минобороны находится и участок земли, где, по мнению членов общественного городского совета, можно разместить музей боевой техники под открытым небом и диораму, посвященную подвигу защитников Солнечногорска. Что касается техники, это мы насытим. Есть люди, которые готовы помочь. Есть кто помочь по технике, есть. На встрече с руководителем Московской области Андреем Воробьевым 1 июля просьба творческой молодежи о строительстве здания для Солнечногорского театра «Галатея» повисла в воздухе. Исполняющий обязанности губернатора намекнул, что сейчас есть более важные задачи. А что, если бы театр приспособить здание бывшего солдатского клуба в микрорайоне «Выстрел»? Сейчас, по словам главы Солнечногорска Александра Толданова, завершается оформление соответствующего земельного участка в собственность муниципалитета. И при наличии инвесторов можно начать перепроектирование здания бывшего солдатского клуба под театр в любой момент. Со своей стороны, глава района Юрий Панкратов предложил членам Общественной палаты и Общественного совета наладить взаимодействие с вновь назначенным начальником районного управления по архитектуре и градостроительству и заместителем главы района по строительству для решения озвученных на заседании вопросов. На этой неделе в Московском храме Христа Спасителя проходит поклонение одной из великих православных святынь – кресту, на котором был распят ученик Иисуса Христа, святой апостол Андрей. Крест привезен в Россию к 1025-летию крещения Руси из греческого города Патры. Сначала святыня была доставлена в Санкт-Петербург, далее делала остановки в подмосковных Одинцове и Дмитрове. С 17 июля в Дмитров выезжала группа солнечногорских паломников и наши корреспонденты. Прибытие в нашу страну Андреевского креста в год юбилея крещения Руси – событие знаковое для Русской Православной Церкви. Ведь именно земли будущей Руси стали уделом Андрея Первозванного, когда апостолы отправились проповедовать христианство. Что апостол Андрей Первозванный получил жребие проповеди в Скифии, то есть в нашей стране, в нынешней Руси. И предание гласит, что апостол дошел до Киевских гор, там, помолившись, водрузил крест и изрек такое пророчество, которое звучало таким образом, что на этих горах будет воздвигнуть город и народ сей будет прославлять имя Господне, имя Христово. По опыту прошлых лет вспомним, как много желающих поклониться собирали православные святыни в России и какие очереди приходилось выстраивать верующим в Москве. На этот раз солнечногорским паломникам повезло больше. Крест привозили в соседние Дмитров. Принять такую святыню сподобились такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Киев, Минск. Куда дальше поедет шестный животворящий крест святого апостола Андрея Первозванного. По благословению митрополита Крутийского и Коломенского Виналия 23 благочения Московской епархии будут непрестанно совершать молебны с чтением Акафиста у Святого Креста. Солнечногорским благочением совместно с администрацией района была организованная паломническая поездка, благодаря которой около 200 прихожан солнечногорских храмов смогли поклониться святыне, принести молитву святому апостолу Андрею и насладиться красотой Дмитровского Успенского собора. Что ты, Женечка, сказала, когда выходила из храма? Скажи. Как хорошо. Как хорошо. Когда выходили из храма, она говорит, как хорошо здесь было. Я, например, вышла одухотворенно. Я очень рада, что я попала. Я не знаю, почему у меня текут слезы. Очень мы счастливы, что приехали сюда и приложились к такой великой, одной из величайших святынь. Андрей Первозванный, все-таки это считается наш апостол, связанный с нашей русской землей, Киевской Русью. И еще хочется отметить, что под стягом, под флагом Андрея Первозванного очень много было побед. И мы благодарны ему, что по его молитвам, по его предстательству перед Богом за нашу землю, наш народ не потерял эту веру и в годы испытаний, и в годы лихих гонений, когда множество людей убивали за то, что они исповедовали имя Христова. Надеемся, что духовная радость, обретенная от общения со святыней и чувство причастности к истории родной страны, надолго согреют сердца паломников и придадут сил во всех благих начинаниях. А святой крест Андрея Первозванного, пробыв до 25 июля в Московском храме Христа Спасителя, отправится дальше, в Киевские пределы, где апостол нес свою проповедь. И это все на сегодня. С материалами этого выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте ТройнойWSONTV.ru Телефон нашей редакции 64 65 95, звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по средам и пятницам в 19.30 с повтором в четверг в 8.14.00 и в субботу в 8 часов утра. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и понедельник в 8.14.00 В эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова